Трудно представить, но еще несколько лет назад вместо этого ухоженного сада был густой лес. Земли сельхозназначения пустовали без дела. Инвесторы обратились в региональное правительство с просьбой выделить место будущему хозяйству. Почвы Клетнянского района полностью удовлетворили аграриев. Мы брали здесь почву, отвезли в две лаборатории. Одна лаборатория – это Российская Федерация, и вторая – лаборатория в Европе. Проверили состояние почвы на наличие тяжелых металлов, на наличие радиоактивных, ну и дальше весь химико-фармацевтический состав почвы. И та, и другая лаборатория дали абсолютно идентичный результат. Здесь полное отсутствие тяжелых металлов, нуля радиации, то есть имеется естественный фон и все. Поэтому в зависимости от того, какая почва, будет такой плод. Олег Кобец, кузбасец, руководитель предприятия, специалист угольной промышленности во время командировки в Республике Сербской обратил внимание на яблониевые сады. Твердо решил перенести зарубежный опыт выращивания плодов в Россию. Я в Министерстве Республики Сербской спросил, кто лучший специалист по выращиванию яблоньевых садов. Мне показали. Сегодня этот специалист работает вместе с нами. Этот же специалист нам порекомендовал питомники, плодопитомники, где лучше приобрести эти яблоньи, эти саженцы. Первые саженцы высадили в июне 2018-го. Деревца приносят плоды уже в первый год, постепенно давая все больше яблок. Это хозяйство интенсивного типа, а значит саженцы будут плодоносить ежегодно. В среднем каждое дерево будет приносить по 18 килограммов яблок. Грэнни-смит. Это самый поздний сорт. Сегодня вы видите конец октября. Вот только сегодня мы приступили к сбору урожая. Сорт Грэнни-смит достаточно интересный. Он высаживается больше для того, чтобы опылять остальные сорта. Мы его высаживаем, как правило, 13-14 ряд. А все в промежутках это Айда Ред, Голден Делишес и другие сорта. Для того, чтобы вот этот Грэнни-смит, он как раз является опылителем. То есть вы видите, это зеленое яблоко, достаточно плотное яблоко. Саженцы хорошо прижились на брянской земле. И климат, и состав почвы им по нраву. Но все же без ухода за деревцами не обойтись. Между саженцами проходит шпалярная проволока. Видите, вот одна подвязочка, вот вторая. В следующий год будет уже третья подвязка. И тем самым каждое дерево, оно касается тремя точками и корневой системой. Корневая система очень маленькая, поэтому под каждый саженец обязательно должна подходить вода. И дополнительно вносится необходимое количество удобрений. За садом пока ухаживают 30 человек. Уборка яблок завершается, но это не значит, что и работа подходит к концу. Уход за саженцами нужен круглый год. Для скептиков урожай на лицо. Яблоки у нас есть, сады наши будут цвести, у людей будет работа. Руководство предприятия уже заключило контракты с крупными торговыми сетями. И брянский сад, и партнеры знают, в ближайшие годы на прилавках региона будут наши яблоки. А нынешний, хоть и небольшой пока урожай, отведают маленькие жители региона. Первые яблоки мы, скорее всего, поставим в детские сады и школы. Глава района попросил нас туда поставить для ребятишек. А уже в ближайшее время площадь хозяйства вырастет до 360 гектаров, на которых высадят еще полмиллиона саженцев. Руководители предприятия уверены, что через несколько лет наша область обретет новый бренд. И имя «Брянское яблоко» станет нарицательным. Артемий Маркелов, Игорь Винничук. События. Клетнянский район.